Привет, меня зовут Наталья и добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте. И сегодня поговорим не о косметике в какой-то веке. Я хочу расширить, как я неоднократно говорила, немножко тематику своего канала и начать рассказывать о стиле и об одежде. В меньшей степени о моде, потому что я приверженка классики, я предпочитаю не особо там следовать трендам и ориентироваться на них, а идти каким-то таким серединным путем, достаточно классическим, вневременным, если так можно выразиться. И будучи девушкой с лишним весом, я не уверена на самом деле, что я имею право полноценно именоваться плюс сайт, потому что если вот пользоваться линейкой размеров ASOS сайта, то мой размер 18 британский или 48 европейский, это последний в обычной линейке и первый в линейке плюс сайт, то есть я где-то так на стыке нахожусь между обычными девушками и девушками уже с полнотой. Но, тем не менее, факт остается фактом, лишний вес у меня есть и лет мне уже немало и лишний вес у меня появился давно. Но я была вынуждена учиться с ним жить и учиться одеваться, учиться себе нравиться. И своими, так сказать, лайфхаками, своими трюками я хочу поделиться с вами. И начать я хочу с опровержения некоторых мифов, которые распространены в сети в качестве рекомендаций для девушек плюс сайз. Вы меня простите, я буду говорить толстушки, потому что мне очень нравится это слово, мне кажется, оно очень милое, совершенно не обидное. Если кто-то из вас со мной не согласен, пожалуйста, не обижайтесь, но мне нравится себя называть толстушкой и девушек называть толстушками. На мой взгляд, это емко, коротко и понятно. Я хочу развеять 10 мифов, которых вы могли читать или слышать в интернете, на ютюбе, в инстаграме, в журналах от стилистов и просто от авторов статей о моде и стиле. Это рекомендации, которые обычно предлагаются для девушек плюс сайз. И, на мой взгляд, не стоит этим рекомендациям, честно говоря, следовать. Или если следовать, то в несколько измененной такой форме, не так, как это авторы этих статей преподносят. Но сразу, конечно, как всегда, дисклеймер. Я не стилист, не визажист, я вообще дизайнер интерьера, я не претендую на то, что у меня абсолютный вкус, я не претендую даже на то, что у меня хороший вкус. Кто-то скажет, что хороший, кто-то скажет, что плохой вкус. Это такая вещь, как бы, необъективная. Но если, допустим, вы подписаны на мой инстаграм, а если не подписаны, то подписывайтесь. Я сейчас оставлю здесь свой ник, а вообще-то внизу всегда есть в описании ссылочка. И если вы время от времени там видите мои образы, как я одеваюсь, и вам нравится, вам кажется, что это классно, что это стильно, и что это, допустим, льстит моей фигуре, то тогда, наверное, эта информация будет вам полезной и покажется, может быть, интересной. Ну а если вы очень уважаете мнение профессиональных стилистов, с которыми я не согласна, или вы сами, может быть, стилист, то я вас поздравляю, у нас с вами разное мнение. Можете написать мне об этом в комментариях, но только, пожалуйста, соблюдайте правила вежливости. И одна из первых рекомендаций, которые я вижу в журналах, в блогах стилистов или на YouTube-видео, это предложение найти звезду, или, как это говорят, селебрити, то есть популярную личность с похожим на ваш типом фигуры, с похожим стилем, и ориентироваться на нее, и копировать как бы ее образы, или просто брать какие-то отдельные элементы, подглядывать какие-то нюансы в ее гардеробе. И мне кажется, это может неплохо работать для девушек с обычной фигурой, нет для толстушек, но для толстушек это весьма и весьма проблематично. Во-первых, когда начинаешь искать селебрити с плюсайз, то периодически находишь картинки девушек или женщин, которые, на мой взгляд, не являются толстушками. Например, Дженнифер Лопес. Она очень фигуристая, но она вообще ни разу не толстушка. Второй момент, что, в принципе, селебрити с полнотой их мало, очень мало, ничтожно мало, и среди них найти еще тот тип фигуры, которые соответствуют вашему, ну это, блин, это один шанс на миллион просто. Потому что если там всех толстых селебрити пересчитать, то их там, не знаю, 20-30 человек наберется. И не факт, что совпадет так, что вы ее нашли, вы про нее знаете, и у нее тип фигуры совпадает с вашим, и у нее еще и стиль и вкус совпадает с вашим, и вам нравится то, как она одевается. Ну, если удалось, прекрасно, повезло, я, честно говоря, такой звезды не нашла до сих пор. Я в основном говорю, конечно, про западных звезд, потому что звезды российской эстрады почему-то, если и в плюс сайз, то одеваются просто ужасно. Да и в обычном размере зачастую одеваются просто ужасно. Ну, я, короче, не знаю ни одной звезды на русскоязычном пространстве, которая бы была полненькая и при этом бы действительно классно, стильно, модно и элегантно одевалась. Не встретилась ли до сих пор такая? Если вдруг знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, я с удовольствием посмотрю. И еще одна причина, почему я считаю, что этому совету не надо слишком много внимания уделять, если мы говорим про селебритис, у них какой образ жизни, какая жизненная активность? Красные ковровые дорожки, премьеры, какие-то интервью, мероприятия, и они зачастую в вечерних платьях, на каблуках. А когда вы посмотрите на образ этой же самой звезды, когда ее папарацци поймали, когда она шла в магазин за помидорами, то это ужасный ужас, и далеко не всегда хочется на это ориентироваться в смысле вкуса и стиля. А все-таки мы с вами обычные девушки в большей степени ходим в магазин за помидорами, чем по красным ковровым дорожкам. Ну, я, например, у меня бывают в жизни моменты, когда какое-то мероприятие, пафосное вечернее платье, и даже там красная ковровая дорожка, и даже там на подиум надо выходить, или на сцену надо выходить, и речь толкать. А если вы ведете менее гламурный образ жизни, то у вас, может быть, таких выходов и вообще не бывает, или бывает там один-два раза в год. Поэтому ориентироваться на звезд достаточно проблематично, на мой взгляд, просто потому, что вам нужны повседневные образы вдохновения для повседневной одежды. А они вряд ли могут ее предложить, а у них либо слишком все пафосно, нарядно и роскошно, либо ужасный ужас получается. По крайней мере, из моего опыта это так. Второй совет, который очень часто, это, наверное, может быть, даже он самый частый, даже, может быть, чаще, чем совет про селебритис, для толстушек, это показывайте свои красивые части. Ну и что, что вы толстая, зато у вас большая грудь, показывайте большую грудь. Я вообще, честно говоря, не считаю, что если что-то большое, то оно обязательно красивое. И не считаю, что если девушка толстая, то у нее красивая грудь, даже не всегда она большая. Но даже если она большая, и девушка ее начинает показывать, на мой взгляд, это не столько красиво, сколько вульгарно выглядит в большинстве случаев. Вообще, я считаю, что чем больше грудь, тем реже и меньше ее надо показывать. У меня очень большая грудь, у меня седьмой размер G, причем это не зависит от полноты. Я даже, когда худела на 30 килограмм, у меня размер чашки только наполовинку уменьшался. У меня под грудью как бы уменьшался размер, а вот глубина чашки у меня только до FF уменьшалась, и никакой разницы. И я пришла к выводу, просто просматривая свои старые фотографии, что каждый раз, как я хочу показать грудь, то выглядит это как немножко намек на молочный комбинат. По крайней мере, мне такая эстетика не близка. Кстати, вот на российской эстраде, вы знаете, такие девушки, как Анфиса Чехова и Ильяна Семенович, они очень любят педалировать эту тему, но мне такой стиль не нравится и не кажется уместным для обычной женщины, обычной девушки, которая ходит на работу, на учебу и не ставит перед собой задачу организовать ДТП на перекрестке. Я бы не сказала, что такой стиль это хороший выбор и хороший вкус. На мой взгляд, если что-то показывать, то у толстушек всегда очень красивая вот эта линия шеи и плеча. Я бы предложила носить со спущенным, у меня сегодня платье недостаточно большой у него вырез, чтобы спустить его с плеч, но я бы предложила носить вещи со спущенным плечом или вот с прорезями на плечах. Вот на мой взгляд, вот эта линия шеи и плеча у толстушек всегда очень красивая, это то, что действительно можно подчеркивать. Ну и запястье и щиколотки это то, что тонкое практически у всех женщин. И тут я, кстати, со стилистами согласна, подчеркивая самые тонкие места, придаешь всему образу изящество и какую-то легкость. Но подчеркнуто показывать грудь я бы не советовала. Миф номер три. Носите утягивающее белье. Во-первых, меня страшно поражает, неприятно поражает, когда какая-то толстушка, модель там плюс сайз или блогер плюс сайз дает вот 10 типа трюков, 10 приемов, как выглядеть классно при любом весе. И у нее трюк номер один, первый или последний, это любите себя такая, какая вы есть. А где-то в середине это будет такой совет. Носите утягивающее белье. Как вариант любите себя такая, какая есть, сочетается с ношением утягивающего белья? Мне не совсем понятно. Утягивающее белье, оно сдавливает ваши внутренние органы. Не только ваш жирок, но сдавливает ваши внутренние органы. В нем может быть жарко, оно может врезаться на краях, оно очень может классно смотреться с платьем стоя, но когда вы садитесь, у вас может такая фигня получиться. Обратите внимание, что когда рекламируют утягивающее нижнее белье, вот эти вот панталончики с высоким верхом таким, модели всегда стоят, никогда не показывают, как выглядит эта модель, когда сидит. Потому что когда она садится, получается зачастую гусеница, или такая сосиска, перетянутая жгутиками. Не говоря уже о том, что если вы хотите одеть очень тонкое какое-то летнее платье, то скорее всего на улице будет жарко, и вам в этом белье будет жарко и душно. Поэтому я, честно говоря, не приветствую вариант ношения утягивающего белья, по крайней мере, на каждый день. Не говоря уже о проблеме Бриджит Джонс. Если вы хотите нарядиться и выглядеть красиво, важен вопрос, для кого и для чего вы хотите это сделать. Если вы хотите соблазнить мужчину, то когда он начнет с вас снимать ваше красивое легкое платье и увидит там утягивающие панталоны, может случиться небольшой конфуз. Поэтому я как бы считаю, что утягивающее белье это вариант на красную ковровую дорожку, на какое-то мероприятие, где ваша задача вот в этой модельной красивой позе стоя выглядеть идеально. Может быть вы там сядете за стол и сколько-то посидите, естественно нормально кушать, находясь в утягивающем белье, будет достаточно проблематично. Я не говорю, что это невозможно, естественно, возможно вообще все, но это нельзя сказать, что огромное удовольствие. И для этих целей у меня парочка предметов утягивающего белья есть, но ни в коем случае я не стала бы носить его на каждый день. Я считаю, что оно того не стоит просто. Следующий миф два в одном, так сказать. Во-первых, большинство стилистов худых говорят не носить мешковатые вещи. Стилисты, которые сами плюс сайз, они обычно этот совет не дают. Потому что они знают, что мешковатые вещи могут очень классно скрыть фигуру. Все зависит от качества этих вещей. Дело в том, что портят фигуру не столько объемы, сколько текстура. Если мешковатая вещь будет из жесткой ткани структурированной, если это будет пиджак оверсайз или пальто, или платье такое кокон, это будет выглядеть вполне хорошо и нормально. Но если это будет объемная вещь из рыхлой такой ткани, то действительно может создаться вот этот эффект амебы, о котором говорят стилисты. Но тут не столько дело в том, что это объемная вещь против обтягивающей вещи, а именно в вот этой рыхлости ткани. Потому что обтягивающая вещь из рыхлой ткани смотрится тоже ужасно. И даже вещь полуприлегающего силуэта из рыхлой ткани тоже будет смотреться ужасно, если у вас лишний вес. Когда я говорю про рыхлые ткани, я имею в виду в первую очередь очень тонкий трикотаж, вискозные ткани. Вискоза это тип волокна, трикотаж это тип плетения ткани. Это как теплое с мягким путать, но очень часто ткани из вискозного волокна являются вот такими рыхлыми. Далеко не всегда, но это бывает. Почти что любой тонкий трикотаж, вот эти вот маечки, блузочки, неважно обтягивает она висит, или у нее полуприлегающий силуэт, она никогда выгодно не смотрится на девушке с лишним весом. Такий полупрозрачный капрон, такой имитация шелка. Причем иногда шелк натуральный может сработать, даже если он полупрозрачный, даже если он легкий. Шелк как-то иначе падает и иначе струится. Но если это полиэстер, то он может сработать, а может и не сработать. В большинстве случаев вот такой полупрозрачный полиэстер, который пытается имитировать шелк, очень плохо выглядит на толстушках. Опять же шерстяные, вязаные вещи тоже. Если они структурные, если они хорошо держат форму, то окей. Если они как-то, если они падают, струятся, не спадают с форм, тоже окей. А если вот они как-то чуть обтягивают, но в то же время и висят, то вот есть, и это, опять же, и здесь уже не важно, что это за ткань. Это может быть и шерсть неудачная, это может быть и полиэстер неудачный, это может быть и хлопок неудачный. Но объемный свитер из жесткого, такого достаточно структурного волокна будет смотреться хорошо. Или, там, кашемировый свитер, вот кашемир еще одна ткань, которая, как и шелк, очень хорошо, как бы, сказывается в большинстве случаев на фигуре. Вот полуприлегающий или даже свободный силуэт из кашмира, он как-то падает и очень хорошо выглядит на полной фигуре. А с полиэстером и с хлопком, ну вот с дешевыми волокнами, с дешевыми тканями, с ними надо смотреть. Не всегда срабатывает, в большинстве случаев не срабатывает. Ну, бывают, конечно, и исключения. В этот же миф я отношу совет стилиста, что если у вас свободное что-то надето сверху, то наденьте обтягивающий низ. Или, наоборот, если у вас что-то объемное снизу, то наденьте обтягивающий верх. И я, как бы, в принципе, руководствовалась отчасти этим советом, пока не встретила на улице одну девушку. На ней была, вот как раз из полиэстера, которая пытается казаться шелком, рубашка такая, ну, свободного кроя такая, и джинсы скини. И выглядело это ужасно. Казалось бы, свободный верх и узкий обтягивающий низ. Но выглядело это просто ужасно, потому что вот этот полиэстер был слишком рыхлый, неправильно обтекал ее фигуру. А джинсы скини были натянуты. И когда ткань натягивается на фигуре, у нее получаются такие горизонтальные складочки, которые еще сильнее подчеркивают полноту. И выглядело это просто ужасно. И вот в тот момент я сформулировала для себя, как бы, настоящее вот это правило. У вас, если такой рыхлый, немножко объемный, летящий верх, то у вас должен быть структурный низ. И наоборот, если у вас рыхлый, летящий, объемный низ, то у вас должен быть структурный верх. Что значит структурный? Это значит с четкими линиями. Например, если вы вот одеваете такую рубашку, такую шелковую, полупрозрачную, такую летящую, наденьте к ней не джинсы скини, а брюки формальные, со стрелками, а еще лучше со стрелками, которые отстрочены. Которые дают жесткую вот такую вот вертикаль. Если у вас какая-то летящая юбка объемная или брюки в пол такие широкие, то наденьте пиджак, у которого жесткая линия плеча, такой четкий воротник, желательно еще там с острыми углами. Ну, я думаю, что я про структурные вещи еще в другом видео поговорю, когда я смогу уже на себе показать конкретные примеры. Мне нужно стеночку одну отремонтировать, возле которой я буду сниматься. Вот, и тогда я вам более подробно расскажу о том, что такое структура. Но важно понимать, что мы не сочетаем объемное с обтягивающим, а мы сочетаем объемное со структурным. То есть рыхлое мы уравновешиваем структурой. Совершенно не обязательно это должно быть обтягивающее. И вообще, я считаю, что обтягивающих вещей толстушкам стоит избегать. Вот именно из-за этих горизонтальных складочек, которые образуются, когда натягивается что-то на нас. Девушка худая может это пережить, а толстушку это не красит. Я уже сбилась со счета, какой это миф и какой это совет от стилистов. Так что просто иду по порядку. Крупный принт полнит, мелкий стройнит. Кстати, иногда говорят и наоборот, что крупный стройнит, а мелкий полнит. Но это не важно. На самом деле, очень важно, чтобы принт был соразмерный. Но соразмерный в вашей фигуре. То есть правильный масштаб принта относительно вашей фигуры. Но, есть одно но. Если мы говорим про цветочный принт, мелкий принт всегда девушку с лишним весом превращает в простушку и в крестьянку. Когда худышка надевает платье в цветочек с мелким принтом, она может обыграть это так, что она будет выглядеть романтичной такой особой. Толстушка романтичной особой выглядеть не будет в платье с мелким цветочным принтом. Она будет выглядеть бабкой, теткой, крестьянкой или чем-то еще таким нелицеприятным. Поэтому я советую в любом случае мелких принтов, особенно растительных и цветочных, просто избегать. Наверняка есть способ, как толстушки обыграть мелкий цветочный принт, но если вы не знаете этого способа, то лучше просто их избегать. Я, по крайней мере, именно так и делаю. Всегда и везде советуют девушкам подчеркивать талию, особенно толстушкам. Я не считаю, опять же, это таким однозначным вариантом, потому что, когда девушка подчеркивает талию, стягивает ее поясом, стягивает ее ремнем или надевает просто такой очень приталенный силуэт, я вижу, что очень явно видна диспропорция между узкой талией и широкими бедрами и большой грудью. Мне кажется, что это не красит девушку с лишним весом. На мой взгляд, это лишь подчеркивает ее полноту. Когда девушка в целом худенькая и она подчеркивает талию, талия кажется еще тоньше, и девушка кажется еще стройнее. Но когда девушка полная и она пытается затянуть эту талию, ну мало того, что что-то может врезаться некрасиво и в принципе не всегда это работает, но даже если это работает, если это грамотно сделано, на мой взгляд, вот этот контраст между тонкая талия и широкие бедра, он выглядит не очень. Из моего опыта я пришла к выводу, что все-таки, если говорить вот про моду, то сейчас как бы не хвалили замечательные песочные часы, как бы не говорили все, что все стремятся к фигуре песочных часов, но реально последние, мне кажется, 30 уже лет модный силуэт это плечи шире бедер. И если вы хотите, будучи толстушкой, уравновесить свой силуэт, и если у вас изначально не тот тип фигуры, когда у вас очень широкие плечи, а если у вас, как у большинства женщин, я не знаю, с чем это связано, но лишний вес в первую очередь образовывается на животе и бедрах, то есть именно нижняя часть тела в первую очередь подвержена полноте. Если у вас это не так, то окей, вам этот совет не годится, но если вы в этом смысле как я, то есть если у вас ваши проблемные зоны это живот и бедра, то вам лучше подчеркивать не талию, а вам лучше подчеркивать плечи, поставить какие-то подплечники, не обязательно большие, главное жесткие, вот здесь сделать структуру. Избегать вот таких вот горизонтальных линий, то есть вот эти вот майки, когда стоечка и вот так вот идет пройма, они на полных женщинах смотрятся просто ужасно в большинстве случаев. Наоборот, линии, которые идут вот так, будь это вырез или будь это принт, который расходится вверх, вот они наиболее лестны для толстушек, на мой взгляд. А что касается талии, дело не в том, что ее не надо подчеркивать, но ее надо подчеркивать очень аккуратно, и я не считаю, что всегда этот совет от стилистов работает, а вот подчеркивать плечи работает всегда. Горизонтальные линии полнят, это, наверное, вообще самый распространенный совет, вот у меня горизонтальные линии, я вставлю сейчас картинку, как я выгляжу в этом платье, и оно меня совершенно не полнит. Вообще вот это вот полнит, стройнит, это надо понимать, когда вы видите одну фотографию человека и говорите, это платье вас полнит, это полный бред, потому что вы не знаете, как этот человек выглядит на самом деле. Вполне может быть, что он гораздо полнее, чем он выглядит на этой фотографии, и платье его на самом деле, ее, на самом деле стройнит. Для того, чтобы сказать, что какая-то одежда полнит или стройнит, нужно видеть хотя бы два варианта, а желательно видеть, знать, как человек выглядеть без одежды вообще, в этой одежде, которая его полнит, в этой одежде, которая его стройнит, и в этой одежде, которая просто так, как есть. Вот тогда можно, потому что это сравнительная характеристика, а не абсолютная. И что касается горизонтальных полос, да, они могут, естественно, полнить, а могут не полнить. В зависимости от масштаба, в зависимости от контраста между полосками, бывают такие полоски неконтрастные, которые вообще не читаются как полоска, бывают шире уже, читаются по-разному, иногда полоска такая мелкая, что, опять же, читается как единый принт и не выглядит, чтобы фигура растянута. А бывает, наоборот, настолько широкая полоска, что у вас здесь на груди полоса светлая, на талии темная, на бедрах светлая, и у вас, наоборот, получается, что там, где темная полоса, там очень сильно как бы это стройнит, и эта полоска, в общем-то, вас ни в коем случае не полнит. Поэтому я считаю, что нельзя таким образом сразу придавать анафеме любую горизонтальную полоску. Вот, опять же, возвращаясь к этому платью, поскольку у него полоска расположена вот здесь в зоне плеч, она подчеркивает мне плечи, и немножечко еще внизу, в зоне колен, там, где у меня нет проблем как бы с лишним весом, то за счет вот такой композиции платья нет ощущения, что у меня эта горизонтальная полоска полнит. Вот если бы она у меня была на животе или на бедрах, тогда да, или на груди, тогда вполне возможно она бы подчеркивала то, что не надо подчеркивать. А вот здесь мне даже нравится, как расширяет плечи эта горизонтальная полоска, здесь она играет мне на пользу. Поэтому это нельзя сказать, что это абсолютно глупый совет, но, скажем, ему нельзя следовать как к священному описанию, надо очень критически относиться. Далеко не всегда он работает так, как об этом говорят стилисты. Почему-то очень часто девушкам плюс сайз рекомендуют носить джинсы скини. Я не понимаю, с чем это связано, настолько это засилие джинсов скини меня удивляет, что я иногда захожу в интернет-магазин, выбираю джинсы для девушек плюс сайз, и там только модели скини. Я постараюсь сейчас вставить здесь две фотографии, и на мой взгляд, что с кедами, что с каблуками, что с лоферами, лучше смотрится, когда что они напрямая. Когда что они напрямая, подвернутая, например, и из вот этого отворота, из вот этого манжета торчит узкая щиколотка, чем когда у нас от широкой попы вот так вот к узким щиколоткам все это уходит, и вот этот эффект, мне кажется, подчеркивает ширину попы. На мой взгляд, джинсов скини девушкам плюс сайз следует вообще-то избегать. Опять же, возвращаясь к тому, что я уже говорила, они натягиваются, появляются горизонтальные складочки, и это никого не красит. И последнее, это знаменитое платье с запахом, не с запахом. Его приписывают, зарождение популярности этого платья приписывают известному дизайнеру Дайане фон Фюрстенберг, и все стилисты говорят, что эти платья прекрасно сидят на женщинах с пышными формами и с большой грудью. Я с этим категорически не согласна, при том, что раньше я сама очень любила платья с запахом и все время их носила. Я не могу сейчас найти ни одного платья с запахом на полной женщине в интернете, в картинках, у брендов, у кого угодно, которое бы действительно смотрелось элегантно и мне бы понравилось. Стилисты продолжают педалировать эту тему, но если платье с запахом из не трикотажа, из не тянущейся ткани, то оно на полной женщине сидит, просто стоит колом. А если оно из трикотажа, оно подчеркивает то, что мне бы, например, не хотелось на себя подчеркивать. Ну и опять же, этот V-образный вырез, который показывает ложбинку между грудей, я лично не считаю, что это обязательно красиво и обязательно уместно. Показывать свою большую грудь, ну это как бы провоцировать мужчину, который сидит напротив вас, попускать слюни, а женщину напротив вас, которая сидит, посмотреть на вас осуждающей. Если это тот эффект, который вы хотите производить на людей, то вперед из песни. Я не хочу, чтобы вообще моя грудь всплывала в их мозгах, как какой-то объект. Понимаете? То есть я вообще не хочу, когда я с кем-то общаюсь с... Я не говорю сейчас про своего мужа или про там своего бойфренда или про человека, которого я пытаюсь затащить в постель. Я говорю сейчас про обычную повседневную активность. На работе, на учебе, общаюсь с друзьями. Я вообще не хочу, чтобы люди смотрели на мою грудь. В глаза смотри. Поэтому вот этот V-образный вырез платьев с запахом мне для повседневного гардероба кажется довольно-таки неуместным. Ну и то, что я уже сказала раньше о силуэте. Поэтому, на мой взгляд, не слушайте стилистов. Не стоит кидаться на эти платья. Постарайтесь отстраниться от этого совета. И если у вас есть какое-то платье с запахом, постарайтесь на себя посмотреть таким очень здравым взглядом. Пусть вас муж или друг или подруга или мама сфотографирует. Эти фотографии пускай полежат несколько недель. И потом вы на них посмотрите и спросите себя, действительно вы себе в нем нравитесь или все-таки оно не красит вас. Я на 90% уверена, что оно вас не красит. Вот и все на сегодня. Это были мои 10 мифов о стиле для толстушек. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить ему лайк. А если оно показалось вам полезным, то, пожалуйста, расшарьте его, поделитесь им в своих соцсетях. Потому что, мне кажется, многие девушки могли бы выиграть, если бы послушали вот про эти мифы. И, может быть, им стало бы немножко легче подбирать себе одежду. Ну и пишите в комментариях, нравится ли вам такая рубрика, рассказывать ли еще про стиль и про одежду. Я надеюсь, что рубрика зайдет. В Инстаграме у меня очень хорошо заходят посты про одежду. Но я знаю, что в Ютубе и в Инстаграме аудитория разная. Поэтому сегодня такой эксперимент. Если пойдет хорошо, то буду снимать на эту тему еще другие видео. До встречи. Пока-пока.